Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Для сравнения это на 10 метров выше Эфелевой башни Плотина внесена в Книгу рекордов Гиннеса А недавно Нурекскую ГЭС внесли в пятерку самых уникальных промышленных сооружений мира Юсуф Муродов – живая легенда станции Он работает здесь почти с момента ее основания Начинал с машиниста, а на пенсию вышел в должности начальника цеха Но даже заслуженный отдых для Юсуфа не повод покидать работу Сейчас он подрабатывает мастером машинного цеха Я здесь работаю уже 44 года и участвовал во всех изменениях Даже при установке шаровых затворов Тогда это было гигантской работой Но и сейчас это огромный опыт для энергетиков Построенную в 1960-е годы Нурекскую ГЭС называют флагманом энергетической отрасли Таджикистана Гигантское сооружение способно выдержать землетрясение силой в 12 баллов Это проверили еще при строительстве Установили модель плотины намного меньше нынешней Создали условия 9-ти бального землетрясения И она устояла Помимо самой высокой плотины Гидроэлектростанция обладает весьма внушающим водохранилищем Длиной в 70 километров Объем водохранилища составляет более 10 миллиардов кубометров воды Но только половина из нее является полезной То есть та, которая идет на выработку электроэнергии Водохранилище пополняют ледники А так как летом в этих краях очень жарко Работники строго следят за отметкой Излишек выводят через водосброс Его можно назвать своеобразной достопримечательностью для иностранных гостей И местным природным кондиционером для жителей Если излишки идут через водосброс Как здесь называют в холостой ход То потоки полезной воды вращают турбины агрегатов Они вырабатывают мощность в 3000 мегаватт О том, как строилась станция Среди местных жителей ходят настоящие легенды Расул Сангов рассказывает Когда сюда везли первый трансформатор весом в 300 тонн То на пути проделывали железнодорожные мосты Прокладывали высокогорное шоссе Об этом он слышал от старожил Сам же Расул на ГЭС трудится чуть более 20 лет Пришел сюда обычным дежурным электромонтером Теперь старший мастер генераторного участка За каждое действие на ГЭС несет большую ответственность Ведь и от него зависит, будет ли свет в домах В отличие от всей гидроэлектростанции Здесь стоит практически немая тишина Если зал агрегатов – это сердце ГЭС То в этом помещении располагается мозг На центральный пульт управления Стекается вся информация о работе предприятия Здесь постоянно следят за техническим оборудованием Поддерживают и переключают мощность машин Сейчас мы подержим на уровне 50.00 Сегодня Нурекская ГЭС снабжает электроэнергией 70% Таджикистана Кроме того, часть генерируемой здесь энергии Уходит на экспорт в Афганистан и Кыргызстан Благодаря работе станции Оращаются земли, которые столетиями считались засушливыми Чтобы это уникальное сооружение продолжало работать в полную силу Сейчас ведутся переговоры о проведении реконструкции и модернизации станций А также ведется поиск инвесторов Вооруженные и не опасные В Казахстане наладили производство военных тренажеров Которыми теперь пополняют свои арсеналы армии разных стран Наш корреспондент побывал на нескольких тренировках И убедился, что с этими агрегатами отечественный производитель попал в десятку Это только на первый взгляд может показаться, что механик-водитель управляет настоящим КАМАЗом На самом деле это тренажер За стеклом не учебный полигон, а мониторы и виртуальная реальность От действующей машины здесь только кабина И стикер на двери сделано в Казахстане Все разработчики строго находятся на территории Казахстана И являются гражданами Казахстана Также и визуализация То есть водитель, который ведет этот тренажер Он смотрит на картинку города Алматы, Астаны, Атарау, Шенкента Высокотехнологичным производством в Алматы энергосервис занимаются уже 5 лет В ассортименте 15 моделей военных тренажеров и 11 видов динамических платформ Уровень исполнения говорит сам за себя Производитель выходит на мировые рынки Подписаны экспортные контракты с арабскими странами и республикой Бангладеш Совсем недавно приезжала вьетнамская делегация Которая была очень заинтересована в приобретении танка Т-55 Механика-водителя с боевым отделением Мы подписали меморандум на поставку Сейчас запускаем производство танка Т-55 Проблем с комплектующими на производстве нет Почти все детали Алматы энергосервис изготавливает самостоятельно В этом помогают инновации Все пластиковые элементы и прототипы металлических изделий Печатают на 3D принтерах Что существенно сокращает срок производства Курсанты военной кафедры проводят половину учебного времени за тренажерами На них выполняются все необходимые операции Перевод машины в боевое положение Оценка обстановки и подготовка к стрельбе Такой активный практикум позволяет сократить срок подготовки специалистов до нескольких месяцев Практически 200-300 учебных пусков Проведенных на нашем тренажере Позволяют стрелку-зенитчику Уже не сказать стопроцентной Но с большой вероятностью С первого пуска поражать воздушные цели настоящим боевым комплексом Использование тренажеров – это сплошная экономия, говорят военные Бережет и время, и деньги Ведь одна только дорога до полигона на стрельбище занимает минимум 4 часа За это время из виртуального оружия успеет отстреляться целый взвод Причем с минимальными финансовыми затратами Ведь снаряды для ракетных комплексов стоят как автомобиль бизнес-класса Лично мне понравилось больше водить Так как у меня с детства есть такой интерес к машинам при вождении И полностью я сам разбираюсь в машинах Сейчас основные клиенты предприятия Министерства обороны и военные школы В планах наладить производство тренажеров, так сказать, для мирных целей На них смогут обучаться водители скорой помощи, пожарных машин и автобусов Пометили территорию На зависть другим городам и весям у Южно-Казахстанской области Появился собственный бренд и несколько логотипов Кому это нужно и почему так важно для развития региона На месте выяснял наш специальный корреспондент Это карта Южно-Казахстанской области Здесь мы разместили очень интересные места Исторические, культурные, этнические В информационном центре Унгтусты готовят очередную инновацию В скором времени в открытом доступе появится GPS-маршрутизатор По главным достопримечательностям Южно-Казахстанской области Для иностранных туристов вещь незаменимая Ведь в регионе масса исторических памятников Оздоровительных курортов и мест массового отдыха С туристического центра Унгтусты Начинаются все путешествия по Южно-Казахстанской области Во всяком случае для туристов из-за рубежа Местные специалисты помогают им подобрать маршрут По интересам и бюджету И сориентироваться в локальной инфраструктуре Стоимость тура, который можно здесь приобрести Варьируется от 5000 до миллиона тенге Информационный туристический центр был открыт в Шымкенте год назад Помимо работы с иностранными гостями Здесь занимаются развитием туристического потенциала Южно-Казахстанской области Для этого были детально проработаны 505 маршрутов Исторические, оздоровительные и рекреационные К делу подошли с таким тщанием Что каждому направлению даже нашлась соответствующая легенда Новый туристический регион должен иметь узнаваемый визуальный образ Иными словами, логотип У Южно-Казахстанской области теперь он тоже есть Созданием бренд-бука занимался известный казахстанский художник Серик Буксиков Для региона он использовал лого «Он» В переводе с казахского языка это слово означает «правильный правый» Белое пространство с его оттенками серого И черное лого, черное размашиство как будто это написано от кисти То есть говорится об историческом направлении Мы эксплуатируем в первую очередь туристические бенефиты Исторические бенефиты области То есть это Ходжа Ахмед Йосави Это все вот эти культурные исторические достопримечательности Помимо надписи в характерном стиле на лого присутствует легко узнаваемая Кирпичная кладка знаменитого мавзолея Такие принты украшают не только интерьеры информационного центра Но и сувенирную продукцию Ни одна дестинация не может себя позиционировать без соответствующего бренда Мы не будем узнаваемы до тех пор Пока мы не выведем на передний план свой бренд Свою фишку, то есть отражение региона на международный рынок Кстати, помимо логотипа туристического кластера Серик Буксиков разработал также лого других приоритетных направлений развития области Агрономического, инновационного и инвестиционного Для каждого из них выбран уникальный визуальный образ И как говорят специалисты, они уже работают Что касается информационного центра То ежедневно сюда обращаются до 150 туристов В основном местные паломники Из числа зарубежных гостей больше всего граждан Германии, Италии и Голландии Вообще в Южно-Казахстанскую область приезжают до 1 миллиона туристов в год Но потенциал региона, уверяют специалисты, гораздо выше В ближайшие несколько лет им предстоит это доказать На этом все, вы смотрели программу в центре Азии До встречи в эфире на телеканале Казах ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова